Приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу вам представить обзор достаточно не нового мода. Он вышел еще где-то летом, в середине лета, но я как-то прошел его мимо. Я заметил, что много выходит на него модификаций, то есть скинов. И достаточно неплохие скины, там и ржавчина, и пыль на них делают красивые скины. А я как бы и люблю такие олдовые грузовички, хотя я больше жду, когда уже сделают нормальный ЗИЛ, МАЗ, когда доделают эти уже модельки, но что-то это все затягивается. А сегодня мы рассмотрим DAV F241. Вот мы видим, что у него есть 4 кабинки. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Видим, что детализация очень даже на высоте. Все красиво проработано. У нас есть 4 кабинки. 4 типов кабин. Это самая простая. Day Cup. Top Slipper Cup. Slipper Cup. Ну, тоже со спалкой, только нету вот этой верхушки. И Space Cup. Вот насчет Top Slipper Cup, я вот не знаю. Здесь, скорее всего, какой-то, как багажник. Ну, вряд ли там второй этаж для спалки. Ну, это все перекрыто. Никаких дверей я не вижу. Ну, я не разбираюсь в этом. Я даже не знаю, что там происходит на вот этом втором этаже этого DAV. Ну, и скажу как бы от себя. Мне вот такой from-factor не нравятся кабины. Во-первых, аэродинамика, где это просто стена какая-то будет ехать на ветер. А второе выглядит очень уродски. Так что давайте выберем какое-то компромиссное решение. Например, Space Cup. Она и не маленькая. Здесь у нас есть Top Slipper Cup. Ну, да. Space Cup самый такой вот средненький вариант. Так. Что у нас по сросси? У нас 4х2, 6х2 так лифт с подъемным колесом. Так. Дальше что у нас? Твинстер трактор 6х2, 6х4 и вот максималочка у него вот такая. Это 8х2. Здесь у нас баллонный, бак дополнительный. В общем-то, полный фарш получается. Давайте выберем этот вариант. Идем к двигателям. Двигатели только DAVовские, но их несколько выбрать. Есть из чего. По трансмиссиям у нас 6х, 8х, 9х, 16х и 13х без ретардера. Так. Что касается интерьера. Довольно-таки все красиво выглядит. Мне нравится вот текстура кожи, которая здесь такая крупненькая, но качественная. Хорошо все выглядит. И у нас есть 4 варианта, чем они изменяются. Давайте посмотрим. Черная кожа. Эксклюзив браун. Эксклюзив дарк. То есть, смотрите. У нас, грубо говоря, у нас 1-2 варианта. А остальные 2 меняют только приборку. Мне нравится светлый цвет кожи. То есть, выберем эксклюзив браун. Вот такое. Вот дерево приборка. Приборка тоже очень детализирована. Тут и винтики, все видно хорошо. Очень классно. Так, переходим дальше. Переходим мы по краскам. И по краске тут у нас... Я напомню, что начал я этот обзор из-за того, что на него выходит много скинов. И они продолжают выходить. Хотя, сам мод не новый. Но скины для него выходят. Здесь также представлены несколько видов скинов. То есть, даже вот так со старта этот DAF уже припакован. Единственное, что вам нужно отдельно ставить еще модификацию для аксессуаров, ну для интерьера, аксессуаров кабины. Так, что у нас по покраскам? Есть стандартные, есть кастом и есть вот такие вот заготовочки. Давайте присмотрим их. Так, так, так. Ну, отлично все выглядит. Это стандартные скины. Натянули сюда тоже. Ну, какой выберем, я даже не знаю. Красный. Мне нравится, конечно, красный цвет, но нельзя все красное делать. Ну, давайте выберем вот этот. Неплохо выглядит. Так, переходим к внешнему тюнингу. Здесь нас тоже встречает несколько точек. Давайте смотреть, что у нас снизу идет. Вот такой бамперочек пластиковый с фарами. Подцвет Paint у нас идет тоже с фарами. И вот такой вот в стоке у нас идет с таким вот ушком. Так, идем дальше. Бампер, бампер, подождите. А это что тогда? А, это нижняя защита считается, а вот это бампер. Так, а какой все-таки бампер поставим? Пластиковый или под цвет? Давайте ставим под пластик. Так, и бампер мы можем... Так, этот бампер у нас уберет нижнюю. Ну, хорошо. Оставляем под пластик все. Что у нас здесь за точка? Это у нас меняет расцветку решетки и заодно и расцветку вокруг фар. Сильно это не меняет, я смотрю. Тут Paint, Paint почему-то черный, не голубой, белый, как у нас цвета, раскраски. Ну, достаточно неплохо выглядит, не будем на этом застрять внимание. Что у нас тут за решеточки добавляются? Вот такие вот решеточки можно добавить. Ну, хорошо, выглядит классно и очень детально. Так, решетка верхняя также меняется, можно под Paint сделать. Ну, не знаю, полностью под Paint не хочется, потому что вид будет однообразный. Здесь и сбоку можно расположить вот такие вот надписи Turbo Entercooling и разные цифры. Ставим максимально, у нас мощная машинка. Ставим максимально. Что у нас здесь? Винт, что-то... Тоже какие-то обтекатели с ветром связаны, винт чего-то. Можно сделать под цвет, тогда они не выделяются. И это классно, что так можно... Можно поставить табличку, что с пассажирской, что с водительской. Приборчики нельзя ставить, пока что тут еще до этого не дошли. Что у нас по санвизорам? Вот такие вот, есть прозрачные, есть тонированные прозрачные. Ну, тонированные прозрачные голубенькие, вот такой поставили. Или вот такой вот, такая кепочка у него может быть. Ну, не знаю, я хочу поменьше поставить, чтобы больше был обзор. Идем дальше, что у нас тут за точки? Точки, это лайт бар, но он без какой-либо рамки. Тут просто ставится точками, вот так вот. Раз поставили, и поставили какую-то дудку. О, все, хорны выставляем симметрично. И выставляем вот такое освещение. Неплохо выглядит. Так, что еще тут точка? Ну, в общем-то, можно облепить это все дело. Так, 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 так. По бокам тоже хорны ставятся, но видим, что они, к сожалению, чуть-чуть в текстуры врезаются. О, вот эти можно поставить, будет окей. Ну, окей, у нас будет много хорнов. То есть, если кто-то будет впереди нас тормозить, мы его будем подгонять морально. Так, еще можно добавить освещение. Много точек. И, с одной стороны, это хорошо, что нету этих лайт баров, именно трубок. Они иногда портят вид, иногда они не вписываются в интерьер. Так, у нас есть еще кондиционеры. Вот такой вот кондиционер и вот такой под цвет. Ну, давайте под цвет, потому что... Ну, хотя белый тоже. Да, давайте вот такой. Он не белый, он сероват. Если бы был белый, то он бы слился с нашим интерьером. Хорошо, что у нас с зеркалами? Меняется только цвет. Покрасили под цвет зеркала. Можно поменять текстуру ступенек. Сделать такую темную. Сделали темную. Все отлично. Ручки меняются. Chrome Plastic Paint. Это незначительное изменение. Его вы вряд ли увидите. Так, еще дополнительная вот такая вот. Air Intake. Такое воздухозаборник. Или что? Ин это вроде бы. Ну, ладно. Добавляем. По максимуму все делаем. Эта труба у нас почему-то не меняется. Что у нас с защитами? С защитой можно paint. Ну, какой-то он не paint. Он просто встает хромированный. Лучше поставить матовый. По колесам и по дискам у нас все по стандарту. Что у нас с баками? Баки можно покрасить. Ну, по-моему, black тут достаточно хорошо подходит. Можно добавить защиты. Они, к сожалению, никак не красятся. И одного типа. Но хорошо, что они есть. Что у нас сзади? Задний бампер. Можно добавить брызговички. Чик, 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 чик. Ну, вот такой давайте. No name брызговичок поставим. Так, кажется, я все присмотрел. Согласитесь, тюнинга достаточно много. Не слишком перегружена машина. Но можно сделать вот такой вот красавца с нее. Так, идем дальше. Что у нас в салоне? Начнем с руля. Руль меняется. Можно сделать вот под кожу такой. Так, какой лучше? Тик, 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 тик. Я затрудняюсь, конечно. Если поставить такой, он слишком сливается с интерьером. Оставлю черный. И тем более, заметьте, что этот побольше. И не перекрывает нашу приборку. Хотя, возможно, что можно регулировать. Так, здесь, заметьте, что не тут, как у всех грузовиков. А именно здесь у нас ставится GPS-навигатор. Сисло здесь нет. Но здесь нам предлагают поставить какой-то аксессуарчик из стандартных. Здесь Dash. А все-таки... Нет, это не Сисло. Смотрите, тут даже есть такие оригинальные элементы. И вот можно чайничек. Даже под цвет поставить. Отлично. Собачку можно. Бутербродик. Телефон. На каждую точку можно разместить какой-то предмет. Так, телефон слишком далеко лежит. Я до него не буду доставать. Туда мы поставили кошелек. Телефон кинули сюда. Здесь нужно что-то попить. Ага. Попить мы уже вверх поставим. Ну, ладно. Пускай там стоит. Видим, что огромное количество точек здесь по стандарту можно поставить. На спалку ничего нельзя прикрепить. Видите, у нас уже расстелена тут кроватка. Все окей. Можно добавить зеркальце, которое будет смотреть под наш грузовик. С зеркалами мы разобрались. Все-таки Сисло есть. Да, Сисло поддерживается в виде вот этих точек. Сюда мы можем прицепить дополнительный GPS. Это у нас визор. Шторки. Шторки выбираем. Под цвет грузовичка пускай такие будут. И стандартные висючки. Ну, это на любителей. Я не знаю, кто их ставит. Такое вот. Беру лучше. Так, все. Ну, достаточно много точек, но не везде поддержится Сисло. Хорошо это или плохо? Ну, не знаю. По-моему, нам предостаточно всего. Окей. Соглашаемся. Покупаем его. Так, купили. Так. Так, давайте пристегнем к нему трейлер. Трейлер менеджмент. Так, так, так. Врен. Врен. Винсбрук. Да, Инсбрук. В Винсбруке мы имеем трейлер. Пристегиваем и туда сейчас направимся. Да. Инсбрук. Где у нас Инсбрук? Так, 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 так. Я не то. Выбрал, извиняюсь. А, это трейлер менеджмент. Все-таки нам надо гараж менеджмент. Так, смотрим, где у нас трейлеры. И нам нужно переместиться в Винсбрук Травл. Так, мы в нашем грузовичке. Вот наш трейлер стоит. Давайте припаркуемся. Хороший. Сразу припаркуемся. Так, справа у меня колесики. Ну, я в вождении очень плохо. Это я неоднократно говорил. То есть для меня вот паркование, прицепливание, это просто быт. Ну, я стараюсь не выходить на вот эту карту. Я ее использую только. Тормози, тормози. Погнался. Я ее использую только в самых крайних случаях. Обычно я делаю все с кабелью. Так, мы прицепили. Да, и кабели прицепились. Это все окей. Так, давайте проверим сразу освещение. Раз, мы уже снаружи сигнал. Поворотники работают. Все отлично. Дворники. Дворники с внешки работают. Три позиции. Освещение. Раз, два. Дальники. Так, давайте включим roof axis. Roof свет. Front. Так, бекон. Ну, roof вот так вот выглядит. А, это у нас трубки. Все, да, roof. То есть на крыше все с освещением окей. И кабели видим, как отлично все засыпилось. Перемещаемся в наш салон автомобиля. Грузовика. То есть подсветка мы видим такая оранжевая. Но достаточно темно. Не хватает, конечно, подсветки салона. Но такая вот приятненькая подсветка для наших приборчиков. Так, включим, наверное, посветлее. Мы видим, что лог чистый. Это вообще редкость в наше время. Чистейший лог даже без желтых элементов. Так, время 16. Включим дождик. Нам надо еще посмотреть, как хорошо стирается. Капли... Блин, ну не видно. Да, да, да. Все он стирает. Есть ли индикация переключения? Да. Видим мы на ручке переключение отворников. Есть три режима. Окей. Так, что с поворотниками? И поворотники есть. И индикация, и анимация. Все отлично. Сигнал изнутри кабины. Отлично просто. Так, ну, как бы все. Все вроде бы посмотрели. Бортового компьютера, к сожалению, нет. Но его можно поцепить на окно. И действительно, с к дополнению. Бортовой телефон тут немножко замяло. Может, его сюда нельзя ставить. Но все аккуратно и все красиво. Моду я ставлю девятку из десяти. Он практически идеален. И смотря на то, что к нему еще идет куча скинов. Я напомню, что я, наверное, сделаю подборочку скинов. Сделаю обзор. Сделаю пак. Выложу. Это не знаю, как будет администрация сайта. Типа, смотреть на это. Что я, как бы, сам выкладываю то, что сделали другие. Ну, не знаю. Сделаю пак скинов для этого грузовика. Потому что он мне очень интересен. Я буду на нем кататься. Буду дальние рейсы на нем делать. Это классно вообще. Он мне заходит вполне. К автору бы хотелось бы... Ну, такое малейшее замечание. У нас слишком маленький вот встроенный GPS. Хотелось бы, чтобы GPS можно было ставить и здесь. И чтобы поддерживался CISL. И также бортового компьютера нет. Но это все решаемо. Мод очень классный. 9 из 10. Спасибо, что вы досмотрели. Еще бы хотел бы вам в конце порекомендовать сайтик. СТ-МОДС. СТ-МОДС. Я ссылку в описании кину. Хороший сайт. Там все свеженькие моды выкладываются не только для ETS. Не только. Там и фарминг симулятор. И спринтайрс. И как-то там бим драйв чего-то. В общем-то... А, и American Truck симулятор, естественно. Сайт хорошо оформлен информативно. Админы следят за контентом. То есть там нет никакой ругани, никакого спама. Всегда актуальные отзывы. То есть люди общаются там и рассказывают свое мнение о модах. Я тоже там выкладываю обзорчики. Так что заходите на сайт stmods.ru. В описании ссылка. Спасибо за просмотр. Пока.